Люди добрые! Здравия желаю! Хочу поделиться с вами новостями, планами на ближайшее будущее и подарками похвалиться. Сейчас убавлю звук, а то у меня здесь Михаил Круг кричит. Это вот тот самый клин, у которого мне не вышло оправа. То есть мне крайне невыгодно, крайне тяжело выпускать одну штуку, что клин, что оправу к нему. Поэтому он сейчас будет дожидаться, когда я буду делать оправы и к нему сделаем оправку. Это раз. То есть он будет дождаться вот этих вот бритв французского типа, тоже многослой как Дамаск. Тут, конечно, все поменяется, еще формы собираются везде, все где-то больше, где-то меньше, где-то так, где-то по-другому будет выглядеть. Вот. Будет также клин 75 процентов. Почему? Потому что один раз меня хотели, то есть просили сделать, просто хотели бы видеть, то есть вогнутость и раз больше десяти клин 75 процентов. Поэтому делаю упор на клин 75 процентов. Теперь двигаем в сторону. Вадим, к тебе обращаюсь. Хочу искренне от всего сердца поблагодарить за подарки. Блин, у тебя день рождения, восьмого числа, а подарки мне. Это, конечно, да. Как бы неожиданно, я бы так хотел сказать вот это слово, но реально, реально подарки, вайпы. Вайпы, которые я буду пробовать, то есть взамен курению, вообще слов нет просто. Ну, я пока еще, я в таком трансе, в шоке, как бы правильно сказать, я не знаю, так у меня радость и шок в одном, вот так вот как бы. Дальше, также Вадим прислал автошейф на попробовать, потому что весь мой автошейф пожизненный, это холодная вода из крана и все. А тут я познаю что-то человеческое такое, то есть, вот, то есть будет не холодная вода, а автошейф. Вадим, еще раз спасибо. Еще раз, Вадим, спасибо за то, что ты мне прислал на тест, чтобы я смог прочувствовать, протестить, осознать, надо ли мне вообще приобретать вот когда-нибудь в будущем или не надо. Это тот самый хваленый эшер, вот этот еще не доведен камень, этот доведенный, и походу они разные глидности и разный состав. Дело не в этом, посмотрим в деле, посмотрим. Это эшеры, немецкие хваленые эшеры. Хочу прочувствовать, хочу познать эти камни, чтобы понять, реально ли они настолько офигенные или оно мне не надо. Вот, Вадим, еще раз спасибо. Это ценная для меня будет информация, ценная наука. Это просто, это просто небеса. Это просто вверх, вверх желаний. Вот, эти камешки отправятся обратно владельцу, то есть Вадиму. Это у него вообще подарки, в принципе. Я вообще подозреваю, наверное, это вот эти вот, не знаю. Хух, честно слово, на душе все вот так. Ну, блин, я не ожидал. За что? Что я такого хорошего вам сделал, что вот мне столько подарков? Ну, сижу тут в мастерской своей, пилю тут в гордом одиночестве. А мне тут такой... Ладно, это еще не все. Одновременно я получил посылочки от Урмаса, Эстония. То есть, вот так вот, как хотите. Но, блин, мне, если честно, хочется, как в памяти от Урмаса, просто положить их на полочку и просто любоваться. Брать в руки, крутить их или просто любоваться. Но камушки также хочется протестировать. И, в принципе, для этого мне Урмас их прислал. И поэтому я вот еще у него буду уточнять. Это слурик. Такой вот слурик. Буду уточнять, по-моему, это американец. Мне здесь вот написал на нем что-то, как и почему. Или вот этот американец. В общем, я буду еще уточнять. Я даже не знаю, честно слово. Вот такой вот красавец. Буду также тестировать. Буду также осознавать, что, как работает. Что мне больше подходит. Что именно для моих бритв больше подходит. Для твердых сталей. Вот еще. Тоже буду узнавать, пока вам ничего не скажу. Потому что сейчас я могу брякнуть. И это будет неправда. Потому что я еще сам пока в афиге. И пока даже не связался с Урмосом. Я просто в культурном шоке. Вот так можно сказать. Я для них-то всех коробочки состряпаю. То есть все будет по уму. Хух. Вот как-то так вот и живем. Ну что ж. В общем, вот на радостях. Вот с душевной вот этой вот радостью я приступаю к работе. И берусь вот за эти бритвки. Погнали. Ну что ж. Получилось. Чуть более полдня прошло. То есть ободрал по-грубому. Ну то есть ободрать это не просто ободрать. Ободрать ровно. Ободрать правильно. Угадав геометрию уже изначально. Так вот. В общем. Еще немного. Сейчас помелчи. И можно будет термообработку запускать. Заодно подумал, что вот как раз будет хороший вариант протестировать по камушкам. Очень хороший вариант будет протестировать по камушкам. То есть я тут прихватил еще свою бритву. Я хочу ее погонять. Конечно как всегда она у меня оттерпелевится. Столько лет уже терпит. Столько всего прошла. Ну плюс на таких вот вариантах. После своей уже как бы чтобы уже не допускать каких-то там либо ошибок. Опа. Вот. Так вот в общем все это выглядит. Да. Были случаи. Бывали случаи. Вы видите есть такая легкая улыбка. Она есть. Она чуть-чуть, но она есть. И вот некоторые начинающие заточники не в курсе. Они просто по камню. Сейчас покажу. Вот так вот возят и все. Что получается? Естественно неровная шина и заточка. Если вы знаете, что вы мастер, вы заточник, то вы знаете, что затачивать нужно переваливая с пяточки на носик. То есть можно вот так. То есть можно вот переваливая. Это как вам показать, чтобы на видео было видно. То есть нет вот этой вот плоскости вот этой вот строгой. Это только у простых немцев есть. Остальное вот так вот делается. Вот я вам показываю наглядно. То есть с пяточки. Вот сначала вот здесь идет прижим. Потом здесь идет прижим. Потом здесь, здесь, здесь. Плавно, плавно все это делается. По контуру. Потому что случаев уже не один, а несколько есть. Поэтому вот как бы так. Я никого не буду учить никогда. Просто не хочу, чтобы мои бритвы неправильно где-то там обслуживались. То есть вот как бы так. А учить я никогда никого не буду. Почему? Потому что у каждого своя правда. У каждого свои. Каждый по-своему приспособился. Каждый по-своему видит результат. Вот. Вот и все. А я просто некоторые нюансы вот так вот говорю. Для того, чтобы может у вас сложилось какое-то там впечатление, что все бритвы имеют плоскость. Вот такую вот плоскость. То есть. Вы видите, да? Вот это более наглядно. С таким же покачиванием затачивается. С таким же покачиванием. То есть. С переваливанием с пяточки на носик. Или у кого с носика на пяточку. Приправки даже бритвы на ремне. В общем еще раз хочу поблагодарить всех. Кто реально меня просто порадовал. Пусть одновременно с шоком все это произошло. Но вы знаете, у меня мать сегодня просто узнала об этом. И она такая промолчала. А потом говорит. А получается значит ты, то есть делаешь нужное дело. Ты полезен людям. Раз тебе люди присылают подарки. Вот как Игорь из Нефтьюганска мне камеру подарил. О которой я мечтал там. Фиг знает сколько времени. Еще наверное долго бы мечтал. Потому что я все денежки, которые получаются у меня там с них. Я их или на скидку кидаю, или опять на бритвы. Все. То есть камера долго еще бы не ожидала. В мечтах. А Игорь вот ее взял и осуществил. К примеру вот Вадим. То есть открыл мне новый мир. Тем же автошейфом. Вот тем же вот этим вайпом. Тем же вот камнями вот этими немецкими. Которых все говорят там как о божественных моментах. Вот. То есть как бы вот Урмос. Который в принципе мне вообще не должен был в принципе ничего дарить. Ни за что ни про что. Но просто взял вот так вот и сделал. Просто взял вот так вот и сделал. Просто взял мне подарил два камня со Слууриком. Вот. Я еще сегодня буду спрашивать вот как ими пользоваться. Какие они предфиниш, финиш и как где что. Ну там есть нюанс много. Кто затачивает тот в курсе. Вот. И я все равно буду искать свой как сказал Роман Дзен. Именно вот заточки. И хочу найти лучшее из лучших. Определиться как это для себя. Опять же никого учить не буду. Не буду никому доказывать что вот это вот лучшее. Это вот худшее. Это среднее. Что-то такое. Нет. Учить не буду. Потому что у каждого свой Дзен. И поэтому каждому свое. Ну что ж. Вот так вот. Неожиданное для меня. Мне кажется для вас тоже будет неожиданным. Что у меня сегодня запал, сработал. Хорошо. А это вы сейчас видите готовые клинки. Только они еще не травленые. Вот мне тут Игорь позвонил. Мы с ним поговорили. Я маленькое время упустил. Ха-ха-ха. Игорь, здорово. Еще разок. Вот в таком вот положении. То есть состоянии. Как бы вот у меня уже. То есть это уже неплохо заготовлено. Но. Я их хотел сейчас травить. Ну в смысле уже рисунок проявлять. А потом резко тормознулся. Потому что я заметил, что у меня вот это место не подготовлено. И нет насечки. А отравить нельзя. Пока это не готово. Поэтому сейчас я займусь вот этим вот местом. И. Уже на следующий день я их протравлю. Закалибрую еще раз отверстия. Для более точной такой. То есть калибровать. Это обязательно нужно. Потому что если это не сделать. Это. Может сказаться уже потом на сборке. Клиночки уже. Остренькие. Причем уже давно. В принципе тут показывать одно и то же получается. Ну там кромкой. Чуток есть. Вот задумка у меня такая. Давайте вот так покажу. Да и все. Да и все. Вот. Четыре клиночка новеньких у меня катят. Ну тут все залапано. Все в грязюке. Все в работе. Все с закругленными торцами. Как бы и закругленные здесь. Закругленные и тут. Все закруглено. И вот для них уже нарисовал шаблон. Вот такие вот оправы будут. Ну-ка. А они даже в кость убираются. Но буду стараться из кости делать меньше. Дальше. Вот к этому клиночку. Дамасскому. Вот какую подогнал. Тоже в общем уберусь. Так что скорее всего. Вот тот клинок. Дамасский. Я сделаю. Который из предыдущей. Партейки. Наверное. Да. Наверное. Вот так вот сделаю. Все таки из кости. Вот как. Ну кости мало конечно. Ну то что он в ценнике сразу взлетит это 100%. Потому что кость она такая. Она дорогая. Вот. Да плюс еще там бывает то что там бам пример. Что-то вылезла какая-то фигня. Как мел такой блин. Все. И вот пластинку выкидываешь. Минус 1000. Во второй пластинке вылез мел какой-нибудь там. Или какую-нибудь трещинку там словил. Которая там была внутри уже. Тоже выкинул минус 1000. И как вот так вот. Все красиво красиво двигается. Вот. Ну что в принципе то. На сегодняшний день это вот так. Я сейчас сделаю на них насечку. А сам пойду. После этого. Как бы сделаю такой легкий перекур. Перед самым. То есть. Завершением. И. Попробую заточить свою бритовку. на немецком эшере. То есть довести заточку. Я имею ввиду. На нем не затачивают. На нем выводят заточку. И. Мне самому интересно. Что получится. Если что. Напишу. Может где-то здесь вот так вот. Что получилось. Если. Не получится. Мне сегодня заточить. Там не успею. Или. То ничего не напишу. Вот. Как бы так. Вещь. А. Красавица. Да. Не буду времени тратить. На этом. Пока. Пока. Ну и. Как говорится. По результату. Обязательно. Начитаюсь. Так что. До увиду. Пока. Пока.